Мы с вами рассмотрели простой случай работы кастомного экспорта, но не всегда достаточно только этого. Есть масса вариантов, когда требуется более сложный обмен. В некоторых случаях нам необходимо разбить обмен на шаги. Например, объем файла для обмена слишком большой. Или время обмена слишком большой и сервер прерывает его по времени исполнения. В таких случаях имеет смысл разбить обмен на шаги. В этом случае вам необходимо реализовать код таким образом, чтобы максимально выделить каждый шаг в свою независимость сущность чтения файла с определенного места, где произошла остановка, а не читать его сначала весь целиком, а выполнение начинать с конкретной позиции. Также в коде нужно предусмотреть все возможные зависимости и предусмотреть ситуацию, когда следующий шаг может быть невыполнен. То есть шаги должны быть тоже достаточно независимы друг от друга. Теперь давайте модифицируем наш код для того, чтобы он умел работать по шагам. Для этого нашу функцию getCSV мы переименовываем функцию getCSVStaype и ей теперь передается два параметра. Номер шага и количество элементов, которые получаются за шаг. Далее, собственно, у нас получается заголовок и происходит цикл, в котором мы отчитываем необходимое количество элементов, начиная с начального и до конечного текущего шага. Далее модифицируем код. Мы сделаем, что у нас шаги будут автоматически перезагружаться с помощью AJAX. Для этого, когда мы открываем страницу на стартовый экран, мы вводим вот такую форму, здесь input типа button, и написали небольшой JavaScript, который у нас инициализирует, собственно, AJAX запрос и передает параметры. То есть, когда мы нажимаем эту кнопку, у нас запускается функция обмен, передается параметра start. Смотрим теперь код, который выполняется. Если у нас, соответственно, передан get или post параметр step, у нас выполняется данный код. В случае, если step равно start, мы устанавливаем step равно 0. Запускается наша функция get.csv.step, в нее передаются параметры, номер шага, количество элементов. Далее выполняется аналогичный код, который у нас происходил ранее, в предыдущих примерах. И результаты обновленный элемент или ошибка обновления элемента мы заносим в переменную. Далее, если get.csv, то есть размер данного массива больше единицы, то, собственно, мы вводим сообщение, куда выводим наш массив ar-result. Пишем загрузку элемента с такого-то по такой и инициализируем функцию обмен, куда передаем параметр step, то есть какой шаг. Эта функция вызывается и, соответственно, она у нас запускает еще один цикл. Если же у нас, в принципе, произошло окончание нашего цикла, ну, файл у нас кончился, да, больше нечего, соответственно, здесь мы деактивируем кнопку, точнее, активируем кнопку ранее деактивированную, чтобы мы не могли нажать ее и еще раз запустить, и выводим сообщение о том, что обмен завершен. Собственно, это все дело мы сохраняем. И теперь смотрим, как это у нас все выглядит. Вот наш файл. Нажимая кнопку произвести обмен, как видим, у нас вводится лог и вводится информация. Все происходит автоматически. Дожидаемся завершения. Все. Кнопка, как видите, у нас опять активировалась, мы опять можем запустить обмен. Продолжение следует... Продолжение следует...